В Севастополе стартовал финал седьмого Всероссийского фестиваля «Дива России». В его заключительную стадию попали более 250 участников в 35 номинациях. В этом году в планы организаторов вмешалась пандемия коронавируса. Конкурс пришлось перенести в онлайн. Параллельно в нашем городе также проходит онлайн-соревнование лучших проектов международного туристического фестиваля «Дива Евразии». Это как бы два конкурса в одном. Один – это всероссийский, а другой – это еще и международный «Дива Евразии». И здесь мы не только гражданам нашей страны сможем показать Севастополь, но и, получается, объединяем на севастопольской земле и в том числе и международный взгляд на наш регион. В составе жюри двух конкурсов входят известные российские эксперты в области туризма и аудиовизуальных технологий. В России дело есть, поэтому я считаю, что этот конкурс заслуживает, как и заслуживает то, чтобы стать действительно туристической державой, как она заслужила и Крым. А Крым заслужил и Россию. Поэтому очень важно, что это происходит в Крыму. В финале фестиваля «На суд экспертов» представлены более 250 видеоработ от совсем начинающих авторов до настоящих профессионалов своего дела. Будет показан ролик или фильм каждого участника в двух залах. Здесь будут проходить презентации. После этого у них дается несколько минут на то, чтобы они пояснили свой проект, рассказали, какая в нем идея, изюминка, цель его создания и на кого он направлен вообще. Финал конкурса продлится несколько дней и завершится в субботу 10 октября. Севастополь представлен в четырех номинациях. Активный отдых и приключенческий туризм с работой «Большая севастопольская тропа». В номинации «Презентация территорий» с произведением «Севастополь летом». В номинации «Гастрономический и винный туризм» с проектом «Фестиваль молодого вина Вайнфест». И в номинации «Региональные туристические события» двумя проектами. «Крымский военно-исторический фестиваль» и «Севастополь событийный». «Региональные туризм»